Добрый вечер! Давайте поговорим о главных новостях этого понедельника. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ночью заседали до пяти утра. Как голосовали? Что обещали? Бюджетный рассвет встречала Катя Лысенко. Она нам обо всем подробнее расскажет. Разговоры, договоры, компромиссы, перерывы. Постоянные. Так в зале принимали бюджетные законы. Скандальные правки согласовывали по несколько часов за закрытыми дверями. Итак, воскресенье плавно перешло в понедельник. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу выбачить за, 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 за такую, за такой долгий рабочий день. Рабочий день у большинства нардепов начался только после девяти вечера. Тогда в сессионном зале стали хоть за что-то голосовать. А до этого перерывы за перерывами. И так десять часов. Хорошая новина. Заседание экспертной группы добегает закинчение. После девяти вечера на табло стали появляться первые результаты голосования. Все это уже после приезда в Раду президента. Он убеждал нардепов блока Порошенко принимать бюджетные законы. Разговор за закрытыми дверями и большинство из фракций по-другому посмотрели на нововведения. Пошли на компромисс принять законы как тестовые. С возможностью в любой момент все отменить. Мы погоджуемся на какие-то непопулярные вещи. Но за умом, что мы будем и дальше тут это контролировать и изменять в разе необходимости. Ну, есть у нас побоивание, что на папере выглядит оно симпатично. А как будет на практике, тяжело сказать. Хотел бы поблагодарить всем за то, как мы сегодня плавно, почти 10 часов, доопрацовывали все пакеты законодательства. Прошу голосовать, шановные коллеги. Голосование пошло. Сначала приняли первые законы так называемой налоговой реформы. Но и тут ругани споры у трибуны. У нас к лицу нам в соглашении написано возвращение возврата НДС при экспорте зерновых товаропроизводителям и первому посреднику. Зачем это нужно? Нет, нет, я хочу объяснить. Позвольте. Цего не можно приймать. Это полная дискриминация на рынке. И когда нам рассказывают сегодня, что это защит села, то это лоббистские интересы великих коленей. И не требует нам брехать. В итоге без возврата НДС остались все аграрии и экспортеры. Живенько нардепы приняли и ряд других налоговых нововведений. Ввели импортный сбор размером 5,10%. Убрали скандальные нормы о всеобщей декларации доходов. Уменьшили ставки налогов для малого и среднего бизнеса. А дальше снова перерыв. В 22.30 мы продолжим пророчевать. Дякую, шановный коллеги. Но продолжили только к полуночи. На кону социальные законы об урезании льгот. Зал голосует. Зал снова в целом. 256 решений принято. Скандальные нормы с трибуны пообещали убрать. Зал поверил на слово. Не было раздано никакого документа, по которому можно было бы исследовать, что вообще принимается в Верховной Раде. И без всякого обговорения этих законов, которые имеют важное значение для экономики страны, было принято решение. Причем никакому представнику оппозиции не было надано слово. Мы заставляем за собой право вернуться к Конституционному суду с заявкой про неконституционный способ голосования. И снова перерыв уже бюджетный. За полночь в высоких кабинетах решали, за какие деньги и как жить в стране. Депутаты читаются по залу. Четверых уже поздравляют с днём рождения. Одни празднуют смеются, другие выясняют, что кто-то снабкодавил. Чуть позже закон еще раз проголосуют, когда в зале уже заговорят о госбюджете. Добрый вечер, добрый ранок, добрый день. Я прошу запросить всех народных депутатов до зали. Последние правки вносились руки. Сначала договаривались за закрытыми дверями, что-то согласовывали прямо в зале. Объективно, цей бюджет дуже далекий від досконалу. Треба честно сказать, что после голосования законов, которые изменили доходную и выдающую часть дополнительно, мы не имеем сейчас на руках проекта бюджета. Это правда и это знает каждый депутат. Фракция Блоку Петра Порошенко просит всех закрепить сегодняшний день позитивным голосованием. Одни уговорили, другие отговорили. Это не реформы. Это те опыты, эксперименты, которые вы хотите поставить. На людях, на гражданах Украины. Мы все ждали в этом документе увидеть сокращение затрат на судей, на прокуроров, на содержание кабинета министров, администрации, президента и Верховной Рады. Но увидели мы только одно. Как вы решили сократить затраты на людей в нашей стране. Мы все готовы, господин Яценюк, проголосовать за бюджет. Покажите нам бюджет и мы за него проголосуем. Покажите нам его сюда. Дайте его нам в руки. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. За несколько минут до голосования некоторые уверяли, не примут, нет голосов. Кто-то предлагал отложить вопрос, в парламенте пошли во банк. И в половине пятого проголосовали за бюджет. Баткищина не голосовала, часть самопомощи тоже. Что приняли, депутаты не знали сами. Все цифры воспринимали на слух, без документов на руках. За январь до 15 февраля обещают внести правки в закон. А пока поют гимн. И уходят на каникулы до 13 января. Игорь Сидина Лысенко, Евгений Каминский, Повробности, Телеканал Интер. Сегодня к вечеру на сайте Верховной Рады только проект документа и минимум конкретики. Это бюджет слепый для парламента, но он слепый и для общества. Люди не знают, что их ждать. Большое в чем податковое навантажение, оно лежит на местные громады, на местное средство. Но это будет регулироваться вручную. Что известно, расходы страны запланировали на уровне 527 миллиардов гривен. Доходы – 475 миллиардов. Все расходы существенно сократят, кроме обороны. А это свыше 90 миллиардов гривен для армии. Вместе с тем Рада урезал социальные льготы депутатам и судьям. Пенсионеры, получающие свыше 3653 гривен пенсии, 15% от него дадут в бюджет. А зарплата бюджетников не будет превышать 7 минимальных. Те, кто работает в госсекторе, не получают заработные платы, превышающие 7, 8 или 10 тысяч гривен. Поэтому для этой группы подобного рода изменения вообще никаким образом не отразятся. Часть доходов планируют увеличить за счет налогов. Их в новом году будут платить почти все – от бедного до богатого. Без работы Анастасия выживает за счет помощи на ребенка. Но с 1 января она должна платить налог на богатство. Живет в квартире чуть больше 70 квадратных метров. Чему я еще маю платить податок за то, что не существует. Можливо, это какой-то внесок в будущие страны. Тогда покажите, пожалуйста, результат. Но если безрезультатно, оно куда-то будет исчезать. Налогом обложат владельцы квартир, площадь которых превышает 60 квадратных метров, а домов свыше 120 квадратов. Эти деньги будут наполнять местные бюджеты. Сколько платить – тоже решать местным советом. Но не больше 2% от минимальной зарплаты за квадрат, а это 25 гривен. Если у вас, например, квартира 70 квадратных метров, то вы заплатите за 10. Умножаем 10 квадратов на максимальные 25 гривен, получаем 250 в год. Потребно, чтобы была инвентаризация. Наразі ставка визначена за квадратный метр, незалежно от вартости дороговости. Я думаю, что целиком может быть невелика квартира, но которая стоит очень большие деньги. И относительно велика квартира, но которая находится в таком состоянии, что фактически вартость ее невелика. Еще одна роскошь легковушки хозяева авто с дизельными двигателями объемом свыше 2,5 и бензиновыми свыше 3 литров должны будут заплатить 25 тысяч гривен в год. Он стимулирует покупку в Украине автомобилей с меньшим обсягом двигателя, соответственно, меньше навантажения на потребу в импортах пального, дороги и так далее. А вот импортные товары могут стать дефицитом. На них повышается налог с 5 до 15%. А значит, весь импорт подорожает, кроме энерготоваров и лекарств. Они не в списке. Это должно будет ударить по импортерам. Просто очевидно, удар серьезный. Более того, импорт может резко снижаться. Он и так, в общем-то, снизился на фоне девальвации гривен. А еще государство будет забирать себе 20% от дохода на пассивные вклады, депозиты, там же роялти. Это хорошо, считают некоторые эксперты. И сразу же читают между строк другую, плохую новость. Дефицит НАК нефтегаза будет снижен фактически в три раза. Это означает, что неизбежно увеличение тарифов. Надбавки учителям оставили, льготы чернобыльцам, кроме первой категории, убрали. А вот как будут бороться с зарплатами в конвертах? Понижением единого взноса с 41 до 16,5%. Но такое уменьшение только для зарплат, не превышающих 3 минималки. Сумма до 10 минималок и ставка увеличивается до 15%. Ну а зарплата свыше 12,5 тысяч гривен уже 20%. Все это, считают экономисты, вряд ли даст желаемый эффект. И прогнозируют, вероятно, в феврале эти пункты уберут. Впрочем, как и многие другие. А пока ожидают визита миссии МВФ в январе. Ольга Рыцарь, Ольга Половарюк, Вадим Ревун. Подробности, телеканал Интер. Пообещали жить на одну зарплату. Президент, парламентарий, члены правительства и госслужащие высокого ранга в новом году получат голую ставку. В бюджете нет денег на премии и надбавки. Некоторые из слуг народа сразу же задумались, не сменить ли работу. Замглава администрации президента Украины Валерий Чалый в соцсетях посетовал, долго с таким заработком не протянет. И вот как прокомментировал свои мысли об увольнении. 25 вопросов за более чем 2 часа. Президент Украины провел итоговую пресс-конференцию в мистецком арсенале. Главные темы. Бюджет, война на Донбассе, борьба с коррупцией. С чем Украина идет в 2015-й. Подробнее Ирина Баглай. Сначала короткая вступительная речь. В ней год уходящий президент назвал едва ли не самым тяжелым за 70 лет после 1945-го. Прямо во время пресс-конференции Петр Порошенко подписал закон об отмене внеблокового статуса Украины и спрогнозировал, к референдуму по вступлению в НАТО страна будет готова не ранее, чем через 5 лет. Затем вопросы. Первый о бюджете, принятом парламентом сегодня на рассвете. Я считаю, что поведение депутатов, особенно тех, кто голосовал за этот бюджет, было очень ответственным. Вчера парламент принимал, на мою думку, очень смелый крок, который я поддерживаю. Это резкое уменьшение единого социального внеска, который сейчас создает возможности для детонизации выплат, в том числе и выплат в конвертах. Но судьба гривни в руках МВФ. Президент согласился, нынешний официальный курс Нацбанка нереальный. И как только будет подписано соглашение с МВФ, уверен, национальная валюта укрепится. Президент подтвердил, уже с нуля часов сегодня в Украину поставляется электроэнергия из России. Украина заключила контракт на поставки энергии для экономии угля отечественными ТЭС. А вот обменивать газ на уголь с оккупированной территории на Востоке мы не будем. Эта идея журналиста президенту не понравилась. Уголь будут закупать у государственных шахт на свободной территории. При этом Порошенко отказался отрезать Донбасс, занятый боевиками от электроэнергии и газа. Конечно, кому-то бы очень понравилось, как мы сказали, сейчас закроем вентиль, перекроем электроэнергию, перекроем газ и будем, нехай они там мерзнут. Слушайте, там украинцы. И мы не можем дать им возможности замерзнуть. Мы цивилизована краина. Не обошлось и без личных вопросов. Продать пятый канал гарант не обещал и не продаст. А остальной бизнес уже выставлен на продажу. На корпорацию «Рошен», по словам Петра Порошенко, уже есть четыре покупателя. Но война тормозит процесс. Когда она закончится? Ответ в мирном плане. Президент подчеркнул, минские договоренности останутся неизменными. Соблюдение этих пунктов – единственный шанс закончить войну на Донбассе. И она закончится, уверен президент, когда оккупанты покинут территорию Украины. Во время пресс-конференции президент подтвердил полученную от нас информацию о сегодняшнем наступлении боевиков в Песках. На жаль, информация по трех загиблых подтверждается. Боевики втратили 14. Один боевик захопленный в полон. Это правда. Но это война. И Донецкий аэропорт – символом мощности украинских воинов и эффективности действий украинской армии. Однако о введении военного положения говорить рано, несмотря на нарушение режима тишины. Войной конфликт на Донбассе не решить, подытожил президент. Если бы у кого-то была думка, что до наступа, сил для наступа у нас на сегодняшний день не выстачает. Дипломатический путь окончания войны президент будет искать уже 15 января в Астане, где состоится встреча в нормандском формате. Там планируют говорить с Путиным при участии канцлера Меркель, президента Франции Оланда. Но каким бы ни был разговор с Путиным, на компромиссы в вопросе суверенитета Украины президент Порошенко не пойдет. Дал слово. Ирина Багла, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер. И что происходит на Востоке? Узнаем у наших корреспондентов. Первым на связь выходит Ярослав Кречко. Слав, здравствуй. Какие у тебя новости на этот час? Да, добрый вечер, Алексей. Террористы действительно продолжают обстреливать Донецкий аэропорт и поселок Пески. Сегодня бой в Донецком аэропорту был особенно жестким. Трое наших военных погибло. Есть раненые. Нашим таки пришлось открыть ответный огонь. 14 террористов убиты. Бой приняли и возле Первомайска Луганской области. Напряженная обстановка в районе трассы Бахмутка-Луганск. Террористы периодически провоцируют украинских военных в районе поселка Крымское. Боевики плотно окопались в километре от наших позиций в районе поселка Сокольники. Мы держим, не отвечаем до последнего. Пока не подходят або на надто близко до наших позиций, або если есть конкретный обстрел наших позиций. Дуже часто стреляют на вманья с боку сопротивника. Мы не отвечаем на такие провокации. Надежный тыл нашей пехоти на передовой обеспечивают десантники. Их мобильные группы не только отлавливают диверсантов, но и готовы подавить возможные попытки боевиков прорваться через линию фронта. Завдание подраздела – это за выясненным сигналом выяснится в выясненный район с гетою блокирования и снисходжения групп незаконных сбройных формований. Наши военные говорят о том, что в Сокольниках у боевиков на днях прошла ротация. В Крымском, особенно вечером, слышны звуки работы тяжелой техники боевиков. И все ее перемещения отслеживает разведка. Но, несмотря на такие боевые будни, у наших бойцов все-таки есть предновогоднее настроение. С наступающими праздниками новогодними. Ну и всем пожелать крепкого и бодрого духа, конечно же, в этой стране. Ну и с Новым годом! Мирного неба всем! У меня пока вся информация. Алексей. Спасибо, Слав. Это был на связи с нами Ярослав Кречко. Ну а далее в эфир выходит Мариуполь и моя коллега Эльвина Сеидбулаева. Эля, здравствуй. Выстрелы вблизи Мариуполя сегодня были слышны? Да, Леша, боевики атакуют наши позиции на окраинах Мариуполя. С самого утра мы побывали на одном из этих блокпостов. Это недалеко от села Гнутово. Сразу за ним территория подконтрольная, так называемый ДНР. И мы слышали, как звуки тяжелых орудий. Сегодня с минномета у нас обстреливают. Сейчас в любой момент может начаться обстрел. Не понимаете? Вы же слышите, да? Пристреливают оружие. Работали мы на этих позициях примерно 10-15 минут. И тут внезапно начался обстрел. Боевики открыли огонь из ствольной артиллерии. Серьезно? О, так, бегом. Бегом. Бегом по машинам и по металлу. Звуки запов слышны по всему городу. Больше всех страдают жители сел, прилегающих к блокпосту. Вот на этом дачном массиве на окраине Гнутово разрушены или пострадали десятки домов. Люди пытаются спасти хоть что-то. Была дача. А что от нее осталось? Ну, фундаменты и пару стен. Так что там все, что осталось. Больше ничего там. Ну и еще несколько дач там уничтожено. То есть огнем с той стороны. Да это с дачи, то что осталось. Мы спали и с просонья аж все подорвались. Оно бухнуло четыре раза, по-моему, как дало. Так мы все попросыпались, все давай бегом одеваться и к стенке. Встали и стояли. Ну а куда? У нас подвала нету. Во время так называемого перемирия наши разведчики наблюдают техники. У противника не было больше. Великие силы. Деколька десятков, майже пів сотни тактичных угрупований, которые спрямованы против нас. Поэтому велика кількість. Там наш противник, он собирает силы, продолжает накопичивать ресурсы. И вчера ночью на восточной окраине Мариуполя боевики атаковали наши позиции. Их было примерно 10 человек. Они ранили одного бойца. К сожалению, по дороге в больницу он скончался. Ему было 20 лет. Из Днепропетровской области. Это были люди обученные, умеющие обращаться с оружием. Это однозначно. У нас был товарищ ранен шею. Тяжелое ранение. До больницы мы его не довезли, не спасли. Мы все переживаем. Но я думаю, что за него отомстим. Из-за возможных диверсий в Мариуполе ограничили въезд в город с восточной и северной стороны. Лешина, у меня на этом пока все. Ну вот такие дела в Мариуполе. Узнали мы их от Эльвины Сидбулава. Эля, спасибо тебе за работу. Как в оккупированных городах готовятся к новогодним праздникам? Что люди видят? О чем говорят? Послушайте, о чем рассказали нам сегодня Донецк и Луганск. Сегодня в Донецке завывает ветер. Больше ничего. Хотя более редкие одиночные выстрелы. Мы готовимся встречать Новый год. Но только вот одна проблема. Нужно очень сильно ухищриться, чтобы придумать, что можно поставить на новогодний стол. Мы все надеемся, что этот год будет переломный. Мы все будем его встречать с надеждой. Крэнок полный. Как бы народ ходит, покупает что-то. То есть продуктов достаточно. Елки продаются. Но елки очень дорогие. И я вчера видела, проезжали эти тентованные грузовики. Много проезжала. Единственное, что очень неприятно, конечно, едут в этих машинах. Оружие выставлено на улицу. И получается направлено как на тебя. Про руки, которые крали. На чем погорел начальник Полтавской госавтоинспекции? Что говорят его подчиненные? Вениамин Трубачев разбирался в громком задержании. Обыск для начальника ГАИ в Полтавской области стал полной неожиданностью. Петр Блажирский после получения крупной взятки даже не успел спрятать деньги, говорят правоохранители. Сотрудники СБУ обнаружили у него в квартире набитые банкнотами пакеты прямо в прихожей. Это кадры оперативного видео. Нашли в общей сложности 900 тысяч гривен, пачки долларов 38 тысяч и евро 6 тысяч. Блажирский так не смог объяснить, откуда у него при зарплате в 8 тысяч гривен такие средства. Я думаю, что гривни в среду как? Эти действия, эти люди носили долготривальный характер и имели такую злочинную системность. И это очень прикроет нам, что в стране идет война, а такие люди на этом живут и нехтуют всем, чем могут. Блажирского задержали, после чего, как он утверждает, у него внезапно ухудшилось здоровье и потребовалась госпитализация. Сейчас главный полтавский гаишник в больнице, к нему нас не пустили. Я попытался поговорить с его заместителями и рядовыми инспекторами, но на камеру рассказывать, требовал ли начальник у них взятки, гаишники не захотели. Ну, я за это не могу ничего сказать. Я недолгий час працюю. Выбачьте, мне коментовать, я ничего не могу. А вот, по данным следствия, Блажирский регулярно вымогал деньги с подчиненных. В зависимости от отдела, ставка поборов варьировалась от нескольких сотен до 4 тысяч долларов в месяц. Эти средства собирались с обычных автолюбителей. Блажирский был назначен на должность совсем недавно, 8 месяцев назад. С часа призначения его на посаду, надходила відповедная информация про то, что он занимается целью незаконной деятельностью. И эта информация была зафиксована. Відповедно, одни начальники давали 250 долларов, інші – 1000. Если вина Блажирского в получении взяток будет доказана, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сколько этого имущества он нажил таким способом, тоже будут выяснять. Вениамин Трубачев и Андрей Кузнецов. Подробности – телеканал «Интер» Полтава. А вот в интернете появилось видео, как ривненские гаишники обдирают водителей. На одной из улиц города установлен знак «Движение механических транспортных средств запрещено». Однако его действие не распространяется на водителей, жителей этой улицы, автобусы, маршрутки, авто, которые обслуживают предприятия, чьи здания там расположены. Но инспекторов это не останавливает. Дань собирают немалую и постоянно утверждают ривненские активисты. Вот и решили они вывести мздоимцев на чистую воду. Зафиксировали на видео, как инспекторы остановили машину, пришли на помощь ее водителю. Оказалось, гаишники уже забрали у него права. В итоге документы удалось вернуть, но инспекторов, как оказалось, тоже есть кому защитить. На активиста напал разъяренный знакомый правоохранителей. Все подробности данного инцидента, а также о том, как гаишники промышляют, и о реакции областного руководства на все это мы расскажем вам уже завтра. Крутое пике рубля. В России сегодня за доллар давали 59 деревянных, евро по 72. А еще на прошлой неделе министр финансов Атон Силуанов убеждал, мол, ослабление рубля уже позади. Причины все те же. Международные санкции, спекулянты и низкие цены на черное золото. Тем временем Минфин уже готовит поправки в бюджет на следующий год с учетом цены на нефть 60 долларов за баррель, вместо ранее установленных 96. Москва поворачивается спиной к гастарбайтерам. Как решили усложнить им жизнь, знает наш московский корреспондент Данил Русаков. 90 дней это максимальный срок, который отводят приезжим. После истечения его в загранпаспорт обещают вклеить некие стикеры. По сути это такое разрешение на дальнейшее пребывание. Власти намекают, его смогут получить далеко не все. Как собираются поступать с теми, кто уже приехал в страну по внутреннему паспорту, не сообщается. Коснутся ли это граждан Украины? Пока что Федеральной миграционной службе настоятельно рекомендуют украинцам получить патенты на трудоустройство. По разным данным, порядка полутора миллионов человек здесь уже работают в разных регионах. Судьба еще почти 900 тысяч неясна. Некоторые из них числятся беженцами. Такова официальная формулировка российских властей. Впрочем, в одном из своих последних интервью глава Федеральной миграционной службы Ромодановский сообщил, что с украинским вопросом ведомства пока не определилось. Но точно известно, запрет на въезд по гражданским паспортам с 1 января ведут для Узбекистана и Таджикистана. Трудовые мигранты, как принято говорить, здесь приезжали в течение последних 10 лет, когда политическая ситуация была совсем иной. Экономика, как сейчас, не подпрыгивала. Нестяное Эльдорадо чиновников продолжала кормить, но теперь Москва прибыль постепенно начинает терять. А местные жители тем временем тоже стали опасаться, какой сюрприз миграционная служба преподнесет им. Появились слухи, что скоро для путешествий за границу заставят получать выездные визы. Нечто подобное уже было в советские времена. Посмотрим, дойдет ли до этого. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Продам дорого, нажитое непосильным трудом. Это о киевской недвижимости беглого экс-премьера Азарова. Кто же продает дом, сколько просят? И что говорят по этому поводу в генпрокуратуре? Елена Зорина обо всем подробнее. Он бежал из Украины в конце января. Теперь, по данным СБУ, живет в Подмосковье, в Киеве. Объявлен межгосударственный розыск. А в Европе Азарова и его бизнес под санкциями. Все выявленное имущество должно быть конфисковано. Но это там. А здесь то, что есть, он пытается продать. Вот эту доверенность беглый экс-премьер подписал еще летом. Но только теперь ее копия попала в руки журналистам. Документ выдан в Москве. Продать недвижимость почти 600 квадратных метров, а заодно и землю по тому же адресу, он поручил директору своего семейного бизнеса, киевлянину Глебу Лешкову. Вот как это прокомментировали в фирме, зарегистрированной на его имя. Это, так сказать, информационный сброс. Но, вы знаете, я могу только лишь у него поинтересоваться, но напрямую я не уполномочен давать комментарий. Прошу прощения. Прошу прощения. До свидания. Он возглавлял компанию, которая занималась строительством в сфере энергосетей. И как раз во времена правительства Азарова она получала сотни миллионов гривен из госбюджета на вот это вот подключение электростанции. Он один из топ-менеджеров компании развития Алексея Азарова. Это сын бывшего премьер-министра. Дом Азарова в центре Киева на Печерске. И сегодня он не пустует. Окна светятся. Но кто в нем нынче хозяину знать не удается. Двери не открывают. А давно вы его арендуете, этот дом? Давно. Еще с лета, наверное. Покупать будем в ближайшее время. Цена вопроса исчисляется в миллионах долларов, говорят риэлторы. А продать его могут разве что приближенным к Азарову людям. Так сказать, своим. Других покупателей может спугнуть история прежнего хозяина. Минимальная цена порядка 1,8 миллиона. Ну и, на мой взгляд, больше трех. Ну, может, там золотые унитазы, на елке батоны золотые висят. Ну, тогда, может, три с половиной. Впрочем, в генпрокуратуре утверждают, руки у продавца связаны с доверенностью или без. Сделка невозможна. Имущество их с премьера аресовано. Остановит ли это покупателя и продавца? Пока сказать сложно. Кому-то ведь можно и закрыть глаза на такую сделку. Тем более, если в этом найдется интерес. Елена Зурина, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Нападение на техстанцию по перекачке нефти в Житомирской области. Кто и зачем терроризирует энергообъекты в стране? Геннадий Вивденко искал ответы. В пятницу около полуночи на техстанцию по перекачке нефти Плещевка в Житомирской области ворвалось полтора десятка людей. Угрожая расправой, заставили сотрудников отключить оборудование. После то ли поняли, что обознались и приехали не туда, то ли короткое нападение и было целью их визита. В общем, визитеры убрались со станции. Угроза застосования физической силы, насильства относительно работников. На счастье, события произошла без каких жертв. На станции находится часть нефтепродуктов, принадлежащая одной из российских компаний. Сейчас топливо находится под охраной государства. Вероятно, оно и могло быть целью злоумышленников. Сотрудники станции тут же вызвали милицию, как только нападавшие сбежали. Негайно на территории области был введен план перехват. Орентованно за теми, которые в видимости смогли надать очевидцы подеи, ориентированы на ряды милиции и вместе с работниками УСБО, частину тех людей, которые, причем к этому действию, были затриманы на территории этого района. От чиновников из государственных энергетических ведомств, пожелавших остаться неизвестными, нам удалось узнать, что организаторы нападения ранее были замешаны в крупных рейдерских захватах Одесского МПЗ, Васильковской нефтебазы и Херсонского нефтеперевалочного комплекса. Эти действия были организованы, по данным СМИ, в интересах финансово-промышленной группы «Приват». А сами нефтепродукты на станции Плещилка якобы вещественное доказательство по уголовному делу беглого олигарха Сергея Курченко. На этот раз милиции удалось задержать четверых нападавших, идет досудебное следствие, и вина задержанных может быть одегащена тем, что станция Плещилка – объект стратегический, и наказание может быть куда суровее, чем, например, нападение на гастроном или кафе. Геннадий Вивденко, Владимир Санченко. Подробности на телеканал Интер. В Индонезии продолжают искать пропавший накануне малазийский аэробус. Спасатели начинают наземную операцию на западе острова Калимантан в Яванском море. Недалеко от него экипаж лайнера последний раз выходил на связь. Хотя индонезийские власти считают, что самолет затонул. Оборудование для глубоководных поисков предоставят Франция и Великобритания, пока обломки лайнера не обнаружили. Аэробус авиакомпании «Аэр-Азия» выполнял рейс из Индонезии в Сингапур, пропал с радаров утром, в воскресенье, и через пять минут после просьбы изменить курс. На борту его находилось 162 человека. А вот в Адриатическом море спасательная операция завершилась. Капитан парома «Норман Атлантик», на котором возник пожар, покинул судно последним. Кого спасли? По какой причине произошло возгорание? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Паром был новый, сделанный по последнему слову техники, может, поэтому огонь распространялся не так быстро. В каких условиях спасали людей, можно судить по вот этим кадрам. Итальянская береговая охрана. Сильный ветер, шторм, волны, все больше спасательной лодки кренит, из-за чего каждого пассажира приходится подымать вертолетом. И только сегодня, наконец, эвакуированы все, кто был на борту, в том числе и члены экипажа. Капитан покинул «Норман Атлантика» последним. Есть раненые, у большинства ожоги, но люди преимущественно спускаются на землю самостоятельно. Их жизни вне опасности, но люди обезвожены и переохлаждены. Им оказывают помощь. Журналисты первым делом пытаются выяснить, куда отправили пострадавших. Двое госпитализированы. Сеньору Джорджану Эчиту уже отвезли в больницу. И одного пассажира, грека, с незначительными ожогами. Остальные чувствуют себя относительно хорошо. Они находятся в терминале. Но, увы, семерых спасти так и не удалось. Сейчас власти Греции пытаются обнаружить их села. Ищут в первую очередь там, где начался пожар. Но море до сих пор штормит. Прокуратура города Бари открыла дело по факту сгорания на судне и гибели людей. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Юг заметает. Коммунальные службы попросту не справляются. Снег парализовал Одесскую, Николаевскую и Херсонские области. Да так, что наш корреспондент Кирилл Ющишин тоже оказался в заторе и едва успел подготовить материал к эфиру. Снега до колен, ну или до капота. Так коротко можно описать то, что творится на дорогах. Снегопад в Одесской области начался еще в субботу. Вчера утихнул, а сегодня ударил с новой силой. И вот результат. Несколько десятков сел остались без света. Сотни машин застряли на междугородних трассах. Из углобок их вытаскивают спасатели. Потребовалось привлечение дополнительно техники повышенной проходимости, которая выезжала на данные проблемные участки дорог. В самой Одессе сегодня днем в пробках стали тысячи машин. Снегоуборочной техники просто не хватило, чтобы справиться с таким обилием снега. Мело так, что из Одесского аэропорта несколько самолетов утром не смогли вылететь. Пришлось перекрыть некоторые дороги и трассы. Ну а после обеда снегопад добрался и до Николаева. Буквально за несколько часов дороги замело так, что они стали непроездными и непроходимыми. После обеда многих людей отпустили с работы домой, а городские власти запретили въезд грузовикам в город. Но поздно. Вот на этих кадрах видно, как грузовик, бензовоз перегородил центральный проспект. Трамвай снегоуборочный стал. Проспект весь стоит. То есть мы сейчас с 13 линии ехали, весь город весь стоит. Вот сейчас ребятам тоже поможем, ребятам вытащим. Будем сами домой ехать. Хорошо, что... Кошмарная, конечно. Люди помогают друг другу, выходят расчищать дороги целыми офисами. Но, как вы видите, пруга продолжается и сугробы растут. Такая же картина и в Херсоне. Все замело. Проехать невозможно ни по городу, ни по области. Власти также уже начали перекрывать выезды. Завтра вряд ли станет легче. Синоптики снова прогнозируют снегопады. Это все, что мы успели рассказать вам о сегодняшнем понедельнике. Вы смотрели подробности. Я очень благодарен вам за внимание. Встретимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»